Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Иоанна. Сегодня мы с вами читаем девятую главу. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела подслаживая у меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди умойся в купальне Силуам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Ученики спрашивают у Господа, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Для ветхозаветного сознания было характерно представление о том, что богословение и проклятие Божие должно осуществляться уже здесь, по эту сторону вечности. Считалось, что богочестивый, добрый человек, он будет вознагражден Богом здесь. И если человек страдает, если он терпит какие-то беды, несчастья, то это значит, Бог на него навел за какие-то его грехи. Иногда такое мышление, оно возникает и в наше время, когда люди думают, что вот людей, которые претерпевают какие-то несчастья, Бог наказал за что-то. И слепорожный человек тут вызывает, конечно, недоумение, потому что он таким родился. Когда он мог успеть согрешить, чтобы навлечь на себя эту беду? И ученики спрашивают, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Может быть, он родился слепым за грехи родителей. Может быть, он как-то согрешил в утробе матери. И Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть связь между грехом и несчастьем, она носит такой общий характер. Мы все живем в падшем мире, поврежденном грехом. И мы не можем сказать, потому что здесь Иисус этого не говорит, что личные несчастья человека являются результатом его греха. То есть если, например, в семье рождается тяжело больной ребенок с какими-то тяжелыми врожденными болезнями, мы не можем и не имеем права, и мы видим библейский пример того, что нет никаких оснований говорить, что это за грехи родителей. Это Господь здесь говорит, не согрешил у него ни родители его. То есть нет оснований видеть в рождении такого, в данном случае слепого ребенка, какую-то кару за личные, персональные грехи родителей. Это проявление того, что мы живем в падшем, поврежденном грехом мире. Он говорит, для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне вспоминается в этой связи история одного человека, богочестивого человека, у которого родился очень больной ребенок, и он с большим недоумением обратился к своему отцу духовному. Как же так? И отец духовный ему сказал, он спросил, за что же Бог меня начать наказывать, на что ему отец духовный сказал, что это не наказывает таких детей, Бог доверяет тех, кто может о них позаботиться. То есть то, что произошло, то, что родился такой больной ребенок, это было в этой семье ни проклятие, ни наказание. Это была возможность послужить Богу. И вот Иисус говорит, не согрешил у него ни родители его. Люди бывают склонны объяснять несчастье других людей их грехами. Ну, видимо, это такая психологическая реакция, это страх, что со мной этого не случится, потому что я-то хороший, я вот не сделал каких-то таких грехов, которыми эти люди навлекли на себя несчастье. Это может быть психологически понятно, но это духовно неверно. Господь говорит, еще раз это отметим, не согрешил у него ни родители его. Мы живем в падшем, поврежденном мире. Мы не можем ожидать того, что если мы будем хорошо себя вести, все беды и несчастья обойдут нас стороной, но мы должны рассматривать все происходящее в нашей жизни, как для того, чтобы на этом явились дела Божии. И Господь говорит, мне должны делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру. И Господь называет себя еще раз светом. Мы можем вспомнить, что в Ветхом Завете Бог неоднократно называется светом, и Слово Божие называется светом. То есть, когда Господь говорит о себе, что Он свет миру, Он еще раз указывает на свое божественное достоинство. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения, помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди умойся в купальне сила. Почему плюнул на землю, сделал брение из плюновения? Есть разные предположения у толкователей, но преобладает то, что, подобно тому, как слюна исходит из уст, из уст исходит Слово, и Слово Божие, оно людей исцеляет. Он пошел, умылся в купальне сила, от него ожидалось определенное послушание. Да, конечно, Христос мог его исцелить просто без схождения в какую-либо купальню, просто на месте, но Господь ожидает от этого человека определенное послушание. Пойди умойся в купальне, что вот именно там тебе будет дано исцеление. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Это сверхъестественное событие, которое не может быть никак иначе объяснено, потому что слепорожденный человек, у него неразвита неизбежно и та часть мозга, которая обрабатывает зрительный сигнал. Была история про человека, который был долгое время очень слепым, и потом ему зрение восстановили, то есть глаза восстановили. И он не смог ими пользоваться, не знаю, как сейчас, но сразу после операции не смог ими пользоваться, потому что его мозг привык обрабатывать информацию от других органов чувств, вот с глазами, пользоваться глазами он еще не мог. Ну, будем надеяться, научился, но здесь мы видим, как человек видит сразу. То есть происходит не просто исцеление, не просто какая-то удивительная врачебная помощь, происходит сверхъестественное чудо Божие, то, что абсолютно выходит за рамки того, что как бы то ни было могло произойти в рамках природы. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашиваю у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус. Сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повелись его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение, отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. И сказал им, брение положил на мои глаза, я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса. И была между ними распри. Суббота — это священный день отдохновения. И это очень такой принципиальный момент. Это маркер принадлежности к Божьему народу. Кто такой израильтянин? Человек, который хранит субботу. В истории народа Божьего отступление от веры начиналось с того, что люди начинали пренебрегать субботой. А восстановление, обращение народу к Богу проявлялось в том, что люди начинали соблюдать субботу снова. И фарисеи относились к субботе очень трепетно. Они очень следили за тем, чтобы никакой работы в субботу ни в коем случае не делалось. И они объявляют исцеление, которое совершил Христос, нарушением субботы. Ну, типа врачебная практика. Врачебная практика, работа, нарушение субботы. И они отказываются видеть чудо. По крайней мере, часть из них. Мы видим тут между ними разногласия. Одни говорят, что не от Бога. Он не может быть от Бога, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как грешник может творить такие чудеса. Опять говорят слепому, что ты скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Да коли не призвали родителей сего прозревшего и спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что он родился слепым? Как же он теперь видит? Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Почему? Ну, очевидно, это ломало их представление о том, как надо соблюдать субботу. И это ломало их духовный авторитет, поскольку люди являются специалистами по соблюдению субботы. К ним приходят и спрашивают, как нам правильно соблюсти субботу. Можно ли собирать яйца из-под курицы в субботу? Можно ли перенести постель из дома в дом в субботу? И они отвечали на все эти вопросы, на этом держался их авторитет. И вдруг появляется кто-то, кто ставит этот авторитет под вопрос. И этот кто-то творит чудеса. И они не хотят в это поверить. И мы видим здесь реакцию людей на чудо. И эта реакция не является исключительной именно для фарисеев того времени. Это реакция любого человека, который сталкивается с чем-то, что призывает его к перемене жизни. Они не поверили, что он был слепо прозрел. Ну, что они себе предполагали? Ну, допустим, что это был просто обманщик, который притворялся слепым, чтобы собирать милостыню. А потом, по предварительному сговору, он притворился прозревшим. Скорее всего, они предполагали, что это какой-то обман, какое-то мошенничество. «Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видеть, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то и родители его и сказали, он в совершенных летах самого спросите. То есть родители тут испуганы, они боятся социального астракизма, и они говорят, ну, у него спрашивайте, мы вам отвечать, мы тут не можем ничего сказать. «И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Воздать славу Богу, значит, покаяться. Ты его назвал пророком, ты покайся, ты скажи, что ты был неправ, что он был грешником. Он сказал ему в ответ, грешник ли он, не знаю, одно знаю, я был слеп, а теперь вижу. Слепой выступает с этим свидетельством перед фарисеями, он говорит, да, я был слеп, а теперь вижу. И они это свидетельство отвергают, они не верят, потому что они уже настроены против Иисуса, и признать это чудо, значит, покаяться, значит, переменить свои взгляды. И люди этого предпочитают не делать. Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отверст твои очи. Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите услышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, ты ученики вам, и Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ. Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверст очи слепорожденного. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Они пытаются как-то надавить на этого свидетеля, чтобы он как-то согласился с их точкой зрения, чтобы он, ну, может быть, признался, что все это какая-то фальсификация, какой-то обман, но он отказывается. И они говорят, мы, ученики Моисеевы, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. То есть они говорят, что они специалисты в законе, они высокоученые, богочестивые люди. И им этот прозревший слепой говорит, ну, вот это удивительно, что такие богочестивые люди, как вы, а вы не знаете, кто он такой, ибо он отверст мне очи. То есть произошло несомненное чудо, и фарисеи, которые этого чуда не хотят признавать, они его не признают. И это пример того, как вообще действует неверие. Потому что иногда люди говорят, а вот если мне будет явлено какое-нибудь чудо, какое-нибудь знамение, чтобы я, наконец, уверовал, пусть мне Бог даст какое-нибудь знамение. Некоторое время назад я видел беседу между верующим и атеистом. Это, по-моему, Ричард Докинс говорил с каким-то епископом. И Докинс, атеист, он сказал, что если бы Бог хотел, чтобы я уверовал, он бы мне явил какое-нибудь знамение, совершил бы какое-нибудь чудо. На что ему епископ сказал, ну, представьте себе, что Бог бы явил бы вам это чудо, как бы вы на него реагировали. И он так секунду подумал и сказал, ну, я, скорее всего, решу, что у меня начались галлюцинации. И это действительно так. Человек, который не хочет покаяться, не хочет уверовать, ему невозможно представить свидетельства, которые бы его убедили. Он будет упираться против любых свидетельств. Ожесточенную волю невозможно победить свидетельствами, чем более убедительные свидетельства будут предоставляться, тем больше человек будет упираться, как эти фарисеи. Поэтому это достаточно бессмысленно. Когда человек располагает свое сердце к тому, чтобы покаяться, к тому, чтобы обратиться к Богу, Бог дает ему достаточно света, Бог дает ему достаточно свидетельств, чтобы он мог уверовать. И если человек не хочет, то Бог не принуждает его, не делает свои чудеса принудительными, потому что это привело бы только к еще большему ожесточению неверующего человека. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. То есть отношение людей к свидетельству свидетельству этого прозревшего, оно оказалось в итоге выгнали его вон, не захотели его дальше слушать, поскольку его свидетельство их не устраивало, они его просто прогнали. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, надеяло, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты его, и он говорит с тобою. Он же сказал, верую Господи, и поклонился ему. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. То есть невидящие – это и духовные, и физические слепые люди, которые прозрели, поскольку прозрение этого слепца, то, что он обретает физическое зрение, это прообраз духовного прозрения, что человек жил, будучи духовно слеп. Он не видел, подобно тому, как человек, лишенный физического зрения, он не видит весь тот огромный мир, который мы видим при помощи глаз. Для него этот мир как бы не существует, и если он прозреет, ему откроется этот огромный-огромный мир, он увидит, что мир очень большой. Так и человек духовно слепой, он не видит реальности духовного мира, он не видит реальности Бога, он не видит реальности церкви, и когда Святой Дух открывает ему духовные очи, он их видит. И в этом отношении слепые люди, духовно слепые, они становятся духовно зрячими. Фарисеи же, которые претендуют на то, что они духовно зрячие, на то, что они знатоки Слова Божия, через свое противление Иисусу они закосневают в этой своей духовной слепоте. «Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. То есть слепота этого человека, она не была его личной виной. Он не выбирал быть слепым. Когда у него появилась возможность избавиться от слепоты, он эту возможность принял. А фарисеи намеренно предпочли быть слепыми. И поэтому грех остается на них. И это, конечно же, все библейские предостережения, они не относятся к людям, которые когда-то вот давно жили, которые нам чужие, которые очень давно умерли. Это относится ко всем нам, о том, чтобы мы избегали духовной слепоты, когда люди отворачиваются от того, что Бог им хочет открыть, того, что Бог им хочет сказать, потому что они опасаются, что это чего-то от них потребует, что это что-то переменит в их жизни. И так бывает, что люди противятся Богу и не хотят видеть то, что могло бы привести их к истине, подобно этим несчастным фарисеям. Мы с вами прочитали девятую главу Евангелия от Иоанна. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!